всем привет вы находитесь на канале черничный хутор здесь поют птички здесь природа но нам надо отсюда уезжать нам надо ездить обязательно два раза в неделю в город сейчас едем за сыном ваней и заодно совершаем покупки что-то возим привозим отвозим в общем дел вот даже не знаю если хотите можете посмотреть и с нами съездить но поехали первая остановка у фермера валентина будет нам надо взять прицеп в город без прицепа ездить опасно так вот колхоз раскрашен красиво уже навоз хозяин почистил меняю бурно прицеп пожалуйста я никому пока не предлагал у нас акция проходит два дня в неделю только 10 прицепом этого блока органики прицеп подарок почистить почистить да мы вчера вывозили целый день слышишь а это получается охотничий смешанный с на не то смешанный золотым и синие получились да и крупные да целые не меньше по размерам золотые мелкие самка вернулась до вернулась у тебя яйца валяются я положил два поставил два ящичка соломы они все равно на землю несутся у меня с 6 сейс было 11 не заигранных у тебя сколько ты проверял я не просвечивал у меня места хватает они лежат я только местами меняем все не захотят опять улетит я боюсь не хотят нестись в этом ящиках лежит по яйцу а не судно все можно потеплее когда инстинкт будет еще один раз забыли такой педант конечно не ну надо чтоб я когда учесть и беру я так не делаю ну и тесте не настаивайте можно же это настолько на цепочку давай у тебя можно цепочка как запасный вариант пап мы тебе пассата с прицепом оставим дай нам вольву поконять пожалуйста садись варишь о пока картошка пожарится давай посылку распакуем слушайте а тут получается посылок нам четыре штуки пап смотри какая первая значит это раскроет эти потом дома уже раскроем на хуторе а вот это вот это знаете что это обезроживатель это которая на наши есть чтобы наши козлята выжили ну жили и продались и продались не дешево а дорого их надо обезрожить потому что рогатые это уже будет как некондиция вот это мы купили на кслв . бай и как бы уже на днях будем обезгроживать козлят так ну что давай распакуем от вода от кого читает кого от кого я кремович наталья евгеньевна гомельская область россия а это которая короче история да 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 написала мы посылку отправили адрес не давали по фамилии и просто написал от беларуси все и написано беларусь blue berry farm брест то есть да она мне написал это женщина не написала что делайте так и да 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 мне вот интересно все все кому за 60 грн смс к так еще раз так гомельская область так наталья евгеньевна да смотрим что и гомеля нам прислала шоколадки карамель шоколад фористый весле раз а там что одноцельное да или нет а тут упакованное что-то да что-то но показывая не почему она сделана из гипса она самодельная абсолютно это нам летний доме будет да наверное а письма нету кто это сделал не будет да это сделано человеческими руками скорее всего нету больше ничего я думаю это это нажали евгеньевна сделала сама это чтобы она не разбилась классно что не разбилась у нас кружки не доезжают целая кружки не доезжают а вот даже вот такая вот с гипса крупкая вещь ой это тоже ключница да да тоже просто тоже какой-то картонка с гипсом получается окажется как металлическая да да вы напишите свой наверное инстаграм или что я думаю вы этим наверно занимаетесь и мы под видео расположим так вот интересно такие вот вещи делать своими руками да здесь получается что-нибудь вешать раз-два и здесь раз-два-три-четыре писька спасибо все письма нету наверно мне туда да я не помню у нас у нас если честно сама в инстаграме поэтому может и сомниться может наталья евгеньями списывалась но мы поищем и поищем такие вот такие вот головы спасибо большое очень интересно да конечно же мы дойдем туда повесить это все да 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 тем более у нас уже есть музей на дереве у нас чтоб еще произошло маленькая рокировочка посадка оставляем вузу забираем перекусываем посадка оставляем дальше ландинам что папа как-то буряки странно ест просто смотри с вами посыпал язбуряки наверное у нас даже козы так не питаются пола поваре вечером прием валентина признавайся где следующая обстановка следующая остановка платье мне уже теплиц много мне нужно платье помнишь чем закончилась последняя покупка платья все сказали не то купила поэтому в этот раз мы просто не будем показывать платье ждите 2 мая на 2 мая покажем платье вот смотрите абрикосы зацвели уже здесь да все цветет уже а у нас обещают минусовые температуры так что большой минус минус что зацвело все заранее а в лесу у нас еще не ну как бы у нас еще еще не цветет не распускается конечно здесь уже больше деревьев таких вот но небо голубой но на улице сегодня холодно хорошо поехали выбирать платье никому не покажу вообще вообще раз знаешь что валентин нас говорят оставайтесь такими как мы есть она все равно комплексуют иногда вот хочется показать что кушает шо с ребятами кушаем скажут ребят плохо кормите хочется показать как шкурки кушают свинки с каждой неправильно кормите ну как бы то есть такие моменты что уже не хочется даже иногда снимать не хочется показывать потому что все равно за критикуют скажут не так и в общем все равно меняешься чувствуешь меня что раньше меня все подряд снимал а сейчас уже думаешь же люди скажут уже и ногу меньше закидываешь слова так димка даже в машине с ногами и закинутыми на панель ездит сейчас уже не ездит потому что валька сказала что нельзя так ездить по подписчику потому что если подписчики увидят в соседней машине что дима сидит с ногами на панели не поймут в общем меняемся мы не знаю в лучшую или в худшую сторону но просто вот уже есть вот такие мы уже стали да да Субтитры подогнал «Симон» 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 Не доехали мы до дома А мы не торопились особо Ничего, сейчас Димка поменяет и поедем домой Субтитры подогнал «Симон» Из-за того, что мы постоянно что-то возим на нашем Пассате У нас нет места ему в запаске в багажнике Мы год ездим, год ездим без запаски Взяли папину Вольву и сразу пробили колесо Чтоб на это сейчас на Пассате пробили колесо Стояли ему там Чика, не останавливайся А Димка, молодец! А что, они же на монтажник, что ли? Ты главное болты затягивай, затягивай Да я не буду доказаться, что потом легче снимать было Вроде заменили А помните, как мы еще пару месяцев назад Ваню забирали? Была темнота А сейчас еще успеваем, колеса даже поменять до темноты Обожаю весну Мы так сегодня хотели отдохнуть, но вот пацаны говорят, мы хотим песок везти Так отдыхать, надо отдыхать Я работаю, вы будете отдыхать Олька, Олька, не надо Ну что, сначала я показываю Привет, привет Сначала показываю, а потом идем в дом, как бы Чей хул побьем, пройдемся, погуляемся, да? Мы-то были на хуторе, но Нам 10 километров до города Но Алиса знала, показала Навигация показалась? У кого как? Я позавчера не ставил в интернете Я же, по-моему, писал это Население два человека Я говорю, ну дай, говорю, сделай Надо, чтобы зрителям пообещал Это баран не на съедение На развод Нет, 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 нет А сколько у тебя этих овечек? Ну, две сейчас у дядьки меняю своих барашков И две есть Романовские, да? Романовские, а у него вот такие уже, прикосы Идем, посмотрим Он родился позже, чем от прикоса Ну вот эта льва и крупная. Получается, вот самка, которой несколько лет, он уже почти ее догнал. Мы в Дзержинске с жракой переехали, а теща в Новогурске и... Велка уже напыжилась. Ну короче, я такой на видео как представлял? Больше, меньше? Нет, такой представлял. Он очень ласковый, он любит, чтобы его гладили. Смотри, он уже ухаживает за Ланей целый день, ой, за Лали. Он целый день за ней ходит, да? Ну, целый день на ней что-то скачет, сбодается с ней. О, смотри, уже нюхает. Саня, да, да, губы уже. Уже губы поднимает, он уже половозрелый в 3 месяца. Угу. Видишь? Кто? Звезда Ютуба. Все. Звездуля. Смотри, губы поднимает, видишь? Все. Будет нормальный пацан. Рабочий будет. Так видишь, Саня, какая-то Лали. Которая стриженная. Да. Вот так такие же эти привезли все. Причем наши земляки с не стриженой, да? Не стриженой, да? Ну, как бы, ну, у людей, когда много, они не ухаживают. Мы, на самом деле, в прошлом году, 2 мая, смотрел видео, у нас уже были все постриженные. В этом году и холодно, и нету времени. Холодно. Сами только одну постригли. Ну, мне нравятся их романовские. Они вот, не как прикосы, тоже у них этот идет. Скидывают? Да, да. У меня уже половину, ну, вот, кого съездили там, на по-русски. Она, это, москвина на тассу, это, ну, запродавала, хозяйство, друзья. И мы там, например, поурезали. Дети мне себя помогать. И поехали сейчас писать ровные знания. Валюша, есть чем покормить гостей? Угу. Все. Слушай, ты с Варганчай на стол, я пойду им покажу домик на дереве, прогуляюсь. Угу. 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 Я хочу, ну, до 2 мая, надеюсь, обошли задние степки, пол обошью и металлическую крышу сделаем. Добро ты это смотришь, думаешь, это не для собак, а для тигр. Я говорю, да. Да. Вон такой полукругом мы его специально нашли. И здесь будут ступеньки на нем, такие обремитки. Ну, идем. А на самом деле, вот здесь вот эти полукруговые обрезы. Ага. Вот здесь так полукругом. Ну, то есть, ну, огромная терраса. Нет, блин, транспорт только летит. Оградил, оградил. Здесь ограждение будет по кругу, и вот такая вот терраса. Одно видео видел, сам не улегся, не улетел. Да, да, было дело, ну. Ну, когда он получился, казалось, когда, ну, вдумал, это его буквально. Да, мы сами, мы же не ожидали, что, блин, получится огромнейшая терраса. Наверное, без малого, как тот старенький домик, да? Больше, ну, как, да, так по размерам, как тот домик, да. А терраса вообще огромная? Да. Ого, видно, можно. Мы, наверное, с Юрой сегодня попробуем все-таки сюда этот стол поставить, что Юра подарил. Вот сюда вот. Чуть-чуть только, чтобы потом, да, Саня, был бы сюда в сторону. От дерева до дерева еще и гамак. Гамак. Тут несколько раз вход, не надо, да, гамак? Нет, так несколько, говорю, дерево через глаз. Ну, вот снизу можно замочок какой-нибудь повесить. А здесь, ну, это стол, судя, тут. Велики поставить. Тут, получается, вот, терраса, получается, шестиметровая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ох. Шестиметровая. А стол будешь так вот делать? Нет, я, наверное, тот стол пока временно, а потом будет видно. Который этот все-таки наверх по ней между собой. Да, наверное, сюда, пока. Да тут, ну, вот, смотри, ну, конструкция тут, какая она выдержит и не таких десять столов. И тут и место позволяет. Столбы такие внизу, блин. Просто я тоже боюсь, но я посмотрю сначала. Мы этот дубовый стол всегда можем потом снять. Просто, ну, ротанговая мебель может быть пошла. Но тут вот реально на высоте, тут часто бывает ветер, она как бы будет тут легковатая. Ну, посмотрим. Пока дубовый стол, чтобы он снизу не гнил, мы его сюда поднимем, потом будет видно. Валюш, ну ты, ну, куш, берите, накладывайте себе что хотите, потому что я не накладываю, на меня вообще не смотрите. Я вот вчерашний вечер. Вчерашний вечер. У тебя мидии. Вчера у нас тоже были колбаски и гречки. Мне мидии дали, потому что я не могу, ну, декадов дали, потому что не могу смотреть на мясо, когда едят передо мной. Тебе что, осталось немножко? Буду хотя бы гадов только есть. Валюша, короче, Дима живет на грудке, на соседнем, тоже в хуторе, и Дили едет на хутор, он привез еще винограда посадить, и посадить, привез еще семочки без кожуры посадить, который сам выращивает. Угу. У него есть тоже пруд на хуторе, поэтому ему два лотоса надо отстегнуть по-любому с собой. Мы можем и больше. Мы можем и больше. Мы можем и больше. Ну и так все бы нашли, даже те, которые были не... Даже хороший зиму бы зашли, да? Так самое главное, у нас один лотос упал в землю, да. Слушайте, приятного аппетита, мы три часа ехали, сейчас три часа надо еще ехать. Ну и захотите, можете дарить что-то побить. В палатку сложим. У нас работа есть. Легко. Верю, на хуторе. Если можем, поможем. В общем, Валентина, я гостям сейчас предлагаю после еды, они так вот разморились, пойти электропастук потрогать все. Заледиться. Пусяков. Так они домой залетят, а не заедут. Пошли-то по очереди. Поразу быстрее. Это единственное развлечение на хуторе. Ну вот они уже, уже бегают, уже с булькой быдаются. Иди. А булька и найда их лижут. Видишь, смотри, вот эти, смотри на найду. Она их просто обожает. Ну, так и есть собаки рыбы. Ну, родились такие худые, худые сейчас тоже. Это не да. Мне сначала этот больше нравился, а теперь, смотри, у этого много таких белых пятнышек. А тут и тот павлин, получается. Ну, реально, расцветки, как у стопроцентных, правда? Да, да. Так, то они восемь семерки, но расцветки, как у стопроцентных. Был бы какой аферист, написал бы в объявлении стопроцентные козляты и ушли бы. Ну, сантиметр есть точно. Ну, тут, наверное, заземление плохо. Ну, вот давай сейчас попробуем. Что значит нормально? Тебе должно нормально... А как ты держишься нормально? Тебе должно переворачивать. Давай еще нормально. Терминат. Как нормально? Попробуй. Да я не пишу. Давай все четыре проверяем. Да, я тебе поверю. Понятно, да? Ну, ты говоришь, нормально. Что значит... О! О! Не потеряюсь координат. О! И она тоже. Да. О! Да. Старушка, но видишь, как это... О! 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 получается 5 чуть-чуть переделать и получается когда тут целый гектар она возвращается уже чуть-чуть слабенько потому что уходит по дереву по дереву идет уходит землю ну попробую вместо этого силикона такие кембрики надеть и проверим что будет уже точно не будет у нас и так все плачевно саша пошел включать не терминатор сейчас будет дотрагиваться посмотри как мы придумали 4 мозга думали думали и позвали тебя что ты проверил про 6 он реально он дает искру полтора сантиметра и на этом всем она везде рассеется поэтому было когда придет волк дикий кабан лось там медведь чтобы носа натронулся и вот он побежал домой они так как когда же ты мог до нижнюю и пошли я буду вот тебе вынесу давай потому что будешь два руку давай давай вдвоем давай вот у него очень сильный порог одному да заходит а я боюсь нормально вариант уже хорошо Да, щас мощь. Попробуй. Дима, давай. Понимаешь, ты вот специально пробуешь, а я вот до того, когда пришел, раз в 20 нечаянно попробовал. Я даже у нас в дерево пробивало, я обнял это дерево, у меня так щас драхмало, что у меня руки легче стали на килограмм 10. Сейчас, да, нормально. Ну, ладно, давайте втроем, я посередине. Затрахуйтесь, я закрою глаза, давай. Раз, два... А что вы две руки дали уже? Она, наверное, не так, как мне было. Нормально, с плакой рques. Все руки длиннее стали. Причем в двух раз, мы одновременно так сделали. Теперь ты должен сказать что всем? Спасибо вам. Такого не повторять с дома, да? А, это тоже за... ну вот так надо делать это сейчас надо кальций переделать но я думаю от быстро этот день работу ну вот так делать надо вот так вот крючки повернуть ну вот так вот мы придумали тогда бьет конкретно но это по всей длине так сделать вот тогда да туда ударов еще мощный тогда про 6 работает просто у нас вся проблема была из-за того что он за слишком мощный из-за того что у него полтора сантиметров дуга он пробьет везде он он бьет down он везде и поэтому идет пробить до самой земли даже по тем же деревьям по тем же колышком и оттуда было все проблемы она тяжелая но сейчас дима с вами пока от хорошо что вы приехали дима с вами на сверху встретят и как-то поднимем а я думал это давайте переверните сразу будет царапаться переворачивай на диму на диму дима все переворачивают на тебя дима в это время поднимает к нам дима в это время а теперь что Я надеюсь, что основной легче переворачивать, так где-то перевернули Почему не из ёлки? Дюра говорит, а ты ещё ронтанговая мебель, тубовую я на день рождения подарю О, так вы уже вообще хорошо даёте, а это потому, что Ваня подаёт, а не Дима Сам сделал и сам сложил, да? Ну, ключ в багажнике, набор, ну, головок всех, инструменты, хорошо И шуруповёрт можешь взять Я хотел сказать, что все зрители нашего канала, все были против, чтобы мы его сюда затащили Ну, как бы, вы же тоже, Юр, Дима, вы же тоже зрители Скажите, вписывается? Конечно, вписывается Просто им не видно с экранов, что действительно, что терраса огромная Она вот, она 30 квадратов То есть этот стол, он, да, он тоже большой, громоздкий, тяжёлый Ещё танцевать можно вместе со столом Да, но тут остаётся немеряное место, вот, вот, смотрите, тут, тут плацдарм То есть он сюда нормально подходит, и мы, если действительно, может быть, как говорят, ротанговую мебель, мы её всегда можем заменить Просто зачем, пока у нас нет ни беседки, ни террасы возле дома, зачем, чтобы он гнил на траве, если он может стоять здесь Хотя бы временно, но мне, как ко мне, он здесь вписывается 10 из 10 Валентина, а как тебе? Ну вот, и как бы... Ротанговую при ветре бы ловил бы Да, и он как раз, вот смотри, здесь на балку попал, здесь на балку попал Двери как раз тоже открываются, да, не мешают Обойти его со всех сторон можно Что с этой стороны шестой Юр, ты откуда знал, какая нам мебель нужна? Предполагал, давай я крышку покажу Давай, потому что тут Туда палатку сложим Умеешь? Сделаем Помним Юность Раз уже приехали, уже хотел с вами переделать Только покажите, где ты будешь стоять, сразу там её растянем Ну, давай сейчас её растянем, пошли Работа там не... Ну что, стол вписался? Скажи всем... Отлично Скажите всем не согласны, потому что не согласны все Не, вообще супер Помимо... Вставай ещё два шестонга влезут, можно загорать Ну, просто... Они просто не видели, что она огромная Она... Просто... Ещё не была она там зашита Пацаны, вот я реально вас попросил остаться Палатку сложить Но не юрту Тебе, наверное, это... Казахские военные её подогнали Сто юрта получается, ребята Ну, я же тебе предупреждал, я же со средней азеродом А Сашу где вы спрятали? Тут стол бежит Ну что, Саш, нормально так за хлебушком сходил? Да, сходили за хлебушком Люди... Это Дима Кумова просил за барашков съездить Я так понял, что надо вас составлять с ночёвкой Потому что уже вечер скоро придёт Тут посадишь, я не знаю сколько человек сядет, да? Не, ну да Вот здесь поставить один длинный стол Ну, тут всего лишь 20 квадратных метров Вот там поставить чай-кофе Столик небольшой И тут детей посадить И всё, и будет выход такой Да? Ну здорово, хорошо вообще Так, вставляем последнее окно Слушай, тут сразу... Мы только поставили, сразу теплее стало? Конечно Теплее, чем на улице Только надо электричество сюда лампочку провести Ребята Стол занесли Палатку сложили Что, батут собирают? Да, да Да, да А еще самое главное Что в электропастухе разобрались Почему? Почему Слава Билла? Потому что он такой крепкий Что полтора сантиметра искра валило везде Только не там не надо Ну что? После 2 мая, я думаю... Хороший день! Суббота! Отдых! Не знаю, когда работаю руками и отдыхаю Не знаю, когда работаю руками и отдыхаю Да всё и не надо Ночью будем Переживайте, посуд будет последнее Ночью будем За всё ухотено Ну вот такое помещение получилось для день рождения, да? Электричество проведем Ну, я думаю, все поместятся Человек 20 точно должно поместиться за столами? Правда? Да Да ну 20 Ты 50 сядет Ну? Так, так, так Смотри, сейчас ты взлетаешь туда на березу Приготовься на березу взлетать Давай! Ну что, Вань? Два года ты не залазил, да? На него? Да Ну покажи класс! Не надо, я буду чуть-чуть Ух! Ух! Ха-ха-ха-ха-ха! Ух! Ха-ха-ха-ха-ха! Ух-ха-ха-ха-ха-ха! Ваня, ну все, по очереди дубастись уже. Да, ты обещал, когда приедешь, да? Это такие специальные... Голосемянки. Голосемянки, прикольно. Зеленый, ну все равно, твои серые лучше, дольше это. Мы тебе тоже дадим. Моих хватает. Мы взяли, Валюш, ты отложил аж ему? До февраля-то... Да! А он какого цвета? Желтого цвета, да? Это он 10-го уже. Один, да? Да, там он был присыпан. Корень такой большой. Пустил этот и уже... Ага, да, уже пускай. Валюша, может все-таки тещу завезем? Можно или нельзя? Не, можно, а что... Смотри, во-первых, здесь реально холоднее в лесу для винограда. Это во-первых. А во-вторых... А во-вторых, козы съедят. Нет? Забежаешься, да? Нет, нет, это... А если его вы за теплицы поставили? Ну, видишь, там будет тоже вскапываться там. Там корни деревьев, я переживаю. Короче, лотосы тебе подарю. У тебя есть пруд? Да. Сколько тебе? Два-три лотоса? Я надеюсь, кто-то подарил на меня биться, потому что у нас их 20. У нас есть пруд для растет. Я тебе за инорот лотоса подарю. Валюш, ну... Ну, мы подумаем. Давай мы подумаем, как... Получается, смотри, вот встань вот так вот и вот смотри, где посадить. Там съедят, там съедят, там съедят, там деревья. Ну, тут прохладно, мне кажется, ну, как бы мы пока для сада не созрели на хуторе. Тут уже холодно. Давай мы дадим моей маме, да? Она посадит и нам потом даст, когда у нас уже все будет готово, и она нам даст кусочек. Это разве что гектар поделить на две части и посадить там сад. Мы думали об этом, но и то сад мы хотим такое, что в лесу растет. Это фундук, это голубик. У нас, если они не будут уже гулять, будут здесь постоянно, то можно будет посадить. У нас здесь рос несколько грецких орехи. Они каждый раз мерзли, потому что здесь, здесь с леса холоднее. Вот в Брест едешь, уже снег растал, а здесь еще недели-две лежит. Ну, мы, в принципе, тоже на окраине, как бы, нормально. У меня вот орехи были сколько-16 штук в этом году я посадил, идеалом. Он на пятый год дает. И 9 штук, 6 штук уже такие вот нашли. А этот можно, знаешь, как, когда пускай маме скажут, что по-то. Вот этот могла тоже пригнуть, и вот был бы вам бы... Да, да, да. Слышь, то я его сейчас припокопаю, мы завтра будем ехать в город, да? Да, и завезем. Она себе его закопает, посадит, а нам даст потом. Мы пока отживемся здесь, да, мы уже когда будем понимать, где... У нас да не загрожен хутор, но я не знаю, где его посадить. Она его у себя посадит, а нам потом даст. И все. Тем более там... Желтый мускат, это, конечно, нечего. Мама, агроном. У нас капец, у нас лотосы, блин, амуры съедят. Виноград, козы съедят. У нас, короче, жердоводство не расселился. Я вот вижу, пока вот не увидел у вас про лотосы. Я вот сколько тоже на Аликспрессе читаешь, что там семена, все, которые... Даже некоторые пишут, там, и бамбук хорошо переносит, там, что же в Китае, как бы это... Думаю, Блин, Тро хотел, когда был, так, без его, для беседочки сделать. Видишь, как ты удачно заехал за бараном? А так вот и с этого. А Ком тебя у вас сейчас водил удачно? Филатка сложил и ботал. Работался, да. А сколько тебе раз сегодня таком ударило? А? Сколько раз? Ну, 4-5 где-то. Самое главное, что и меня 5 раз, а все будут думать, что мы на 2 не издевались. Просто нас она нечаянно била, а его специально. Так он и зарядился, видишь, и работает. Саня, какой раз в жизни? Первый раз. Первый раз. Ребята нам приходили похавать, а нам уже, так, груда, велико давались кататься. Сальто пробуем. Не надо, не пробуй. Тихо. Тихо, ты так больше... Не, он борьбой тоже. Белка нервничает, дуб валит. Как правильно упасть. Нет, а ты нормально, слышишь? Давай еще разок. Я делал эти 7, вперед и назад. Давай назад еще раз. Ну, ты уже почти получилось. Вперед тяжелее. Тогда мы были полезнее. Да. Семьдесят. Почти нормально. Не бойся, она не перевернет. Слушай, ну ты вот так вот такой размах делаешь, как будто сейчас сальто нет. Но. Я вот смотрю, когда ходал уже, а ты просто прыгаешь. Два года не залазил. Нет, ну год точно. Что делать надо? Что умеешь? Кричи. Получилось? Да. Я думал, просто еще в этот... В дырку выход вылетит. Оп! Всем пока! Нет. Я говорю, потому что пост, говорит, так вот ест, говорит. Спрашивают, чтобы Дима не ест, ты вегетарианец, да? Нет, пост, ничего не делай, мы уже так будем есть, ты просто не представляешь. Я такой же, как ты, вот такой вот. Опять начнется рыба в печке. В общем, да, вечера, уже темно, она на улице. Ребята, хочу большое сказать вообще спасибо, сегодня хотел отдохнуть. Ну, Ваня с Димой, говорят, ну, можно поработать, я говорю, приезжайте. Вам, говорю, ну, останьтесь, пожалуйста, сложим палатку. В итоге мы сложили палатку, сложили батут, электропостук сделали, ну, как бы, разобрались, стол затащили. Вообще, большое спасибо вам. Вот только один Саня говорит, ничего себе, за гиви съездил. Ничего себе, за гиви съездил. Отдохнем, оставайтесь, отдохнем, а тут палатка, еще хотел озеро, тут кипеньки сделать. Ну, лучше отдых, это смена деятельности. В общем, хорошо, что вы приехали. Ну, простите, что, ну, да... Нет, здесь даже так вообще, хоть попали, это все так, смотрим сдалека, с экрана. Ну, давайте, кушаем. Все, всем пока-пока. Пока-пока-пока.